Президент Украины Петр Порошенко предложил президенту России Владимиру Путину забрать Донбасс на финансовое обеспечение. Своё предложение украинский лидер озвучил на переговорах в Минске, сообщает Форбс. Так вот, якобы кто-то из участников этой встречи рассказал журналу Форбс, что Путин поделился воспоминаниями о своей личной встрече с президентом Украины Порошенко во время знаменитых ночных переговоров в Минске. Вроде бы во встрече один на один Порошенко сказал Путину забирайте Донбасс, на что, как вот написано в Форбсе, Путин ему ответил, сбрендил что ли, мне Донбасс не нужен, если вам не нужен, то объявите о его независимости. Правда. Другой участник той же самой встречи по-другому представляет этот рассказ Путина. Порошенко предложил России забрать Донбасс на финансовое обеспечение, то есть не просто забрать его, а забрать на финансовое обеспечение. А Путин сказал о том, что речь об этом может идти только в случае, если Донбасс войдет в состав России. Пока же Донбасс сейчас Украина, то все выплаты должны быть с украинской стороны. И, значит, по версии одного из третьего, так сказать, участника встречи, президент России предложил Порошенко прямо в Минске за столом переговоров оформить эту передачу документально. Но Порошенко ответил отказом, потому что, естественно, его бы не поняли майдановцы и всякие, так сказать, другие националисты, которые сейчас там в Киеве правят бал. — Слушайте, ну мы волей-неволей вставляем практически в каждое предложение эти слова якобы, мол, участник номер один, участник номер два, номер три. Вообще нет никаких намеков на то, состоялся действительно этот разговор? — Ну нет, то, что встреча Путина с бюро правления Российского Союза промышленного предпринимателя была, то, что она была закрыта для прессы, это тоже факт. — Шел ли там такой разговор или нет, нам неизвестно. Но, правда, уже прокомментировал эту утечку, скажем так, или эту публикацию Форбс пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Вот, он сказал, что, Форбс отметил, что это было в закрытой части разговора, мы никогда не комментируем то, что было закрыто. Не совсем хорошо, что какие-то участники мероприятия об этом рассказывают, пусть это будет на их совести. Рассказываю они правду или неправду. Я же никак комментировать не собираюсь. То есть, на их совести остается, был ли такой разговор или его не было. Есть и другой комментарий человека, который действительно участвовал в этой встрече, и тут он назван... — И здесь-то точно сомнений нет. — Да, и тут он назван по фамилии. А это никто иной, как... — Господин Шохин. — Да, господин Шохин, да, руководитель этого самого РСПП, Российского Союза промышленников и предпринимателей, он высказался так. То, что слова Владимира Владимировича искажены, это факт. Речь шла об отношениях России и Украины, об исполнении, простите, минских договоренностей, но я не собираюсь пересказывать его слова. Это неверная интерпретация, а комментировать, пересказывать я не намерен. Это сказал Шохин в комментарии для РИА Новости. Вот. И добавил, что действительно встреча носила закрытый характер. Цитата. Честно говоря, те, кто делится с журналистами сенсациями, поступают, мягко говоря, некорректно. Я своим коллегам поберу это, скажу. Добавил глава РСПП. Президент России на это якобы ответил, что согласиться на это при условии присоединения этой территории к России, что невозможно. Путин пояснил, что пока Донбасс является частью Украины, все выплаты должны быть с украинской стороны. Когда мы обсуждаем вопросы подобного характера с руководством Украины, говорим о необходимости возобновления выплаты пенсии, пособий социальных и так далее, в ответ мы слышим одно. Они с нами воюют, ничего платить им не будем. Но хорошо, там есть люди, которые действительно с оружием в руках отстаивают свои права и интересы. Там есть такие люди. Сейчас не будем дискутировать по поводу того, кто в чем виноват. Но там есть и дети, и женщины, пенсионеры, которые заработали свои пенсии, начиная еще с советских времен, и имеют право на эту пенсию. Есть инвалиды, в конце концов, которые вообще в стороне от всяких конфликтов. Кто имеет право оставить их без средств к существованию? Или украинские власти считают, что это своей территорией, и тогда они несут всю ответственность за ситуацию там. Ну или тогда это не так, пусть они открыто об этом скажут. Газпром, исполняя контракт, подписанный еще в 2009 году, и дополнение к нему от октября прошлого года, в полном соответствии с этим контрактом, в рамках предоплаченных средств, поставляет газ на Украину в объемах, которые Украине нужны. В этих контрактах указаны и те пункты пропуска, о которых вы сейчас сказали. И в контракте в самом, и в техническом приложении к этому контракту. Так что никаких нарушений Газпром не совершает. Что касается поврежден газопровод в этих районах или не поврежден, мне доподлинно неизвестно. Но я знаю, что там проживает около 4 миллионов человек. Вот представьте себе, что эти люди окажутся без газоснабжения в зимний период времени. Мало того, что там голод уже, и так без того ОБСЕ констатировало, что там гуманитарная катастрофа. Да еще и газоснабжение их отключить. Это как называется? Это уже геноцидом попахивает. Судя по всему, нет у некоторых ответственных руководителей сегодняшней Украины понимания, что такое вопросы гуманитарного характера. Что такое гуманизм вообще? Само понятие, по-моему, уже совсем подзабыто. Продолжение следует...